друзья всем привет вот пришла очередная свеженькая посылочка ну по картинке вы поняли что здесь давайте быстро вскрывать и смотреть для большой посылки возьмем большой скальпель итак пришел мне смартфон redmi 3 ноут но пришел в максимальной комплектации это по моему называется prime что касается самой отправки доставили мне очень быстро его хотя заказывал я прям в новый год самый попросил продавца что в первую очередь отправили ну тут наверное сдержал слово так пришло очень быстро все оценили всего лишь в 20 ваксов хотя платил ну приблизительно в 10 раз больше вес почти пол килограмма отправились сингапура первую очередь попадается такой переходник под нашу розеточку пленочка не стекло пленка и сама коробка коробка вскрыта обычно они приходят такие запечатанные в пленку ну давайте смотреть ну вот он наш красавец пришел такой серо-черного цвета на первый взгляд пока все нормально читал много комментариев то что китайцы отсылают под видом новых пользованные телефоны сейчас все проверю но что проверил вроде как на первый взгляд телефон новый разъемы все не поцарапанные ну нет виду что туда что-то вставляли высовывали давайте быстренько пробежимся по комплектации и уже будем проверять так тут у нас комплекте как всегда идет шнур шнур кстати не оригинальный просто вставили никакого логотипа нету самое прикольное что шнур обязана резинка сделаны из камеры велосипеда вот такой у нас идет блок питания он у нас идет 5 вольт 2 амперы ну и вот этот переходник получается вот такая здоровая махина здесь вроде тоже все новое читал то что нужно обращать еще внимание бывают вот эти все концы ржавые то что якобы хранится на складе годами здесь у нас скрепочка для выемки слота под сим-карту и обозначение всех кнопок которые мы все знали ну что давайте пробовать включать загрузка пошла и это хорошо но на этот телефон я не буду устанавливать приложение так как сюда сейчас надо будет обводить гугловский аккаунт это все будет очень долго заказывал где-то месяца три назад я жене своей такой же телефон только золотой комплектации на него уже все установил пока на этом телефоне идет загрузка приложений давайте проведем тесты эти модельки одинаковые что этот prime что этот prime так что мне проще было вот сюда установить все приложения первое у нас будет antutu теперь пока здесь antutu тестирует телефон давайте смотреть и этот вот телефончик включился делаем на всю для примера включу вам несколько картинок который здесь есть смотрите как все четко видно конечно мой dougie f5 не сравнится с таким дисплеем вот посмотрите приблизил камера сфокусировалась и почти не видно пикселей хоть на этот телефон и делали уже кучу обзоров кучу тестов но вот не пришел и я все равно решил снять для вас эту модельку на верхней части телефона у нас расположен справа это инфракрасный датчик левее чуть-чуть у нас мини джек три с половиной выход под наушники и микрофон слева боку нас находится лоток под сим-карты две штуки либо под одну симку и одну флешку нижней части у нас также находится микрофон и разъем под кабель с правой части у нас находится кнопочка включения и качелька громкость ну в принципе как на всех смартфонов корпус у нас цельный неразборный крышка задняя у нас выполнена из металла здесь у нас пластиковые вставочки это для антенн в нижней части крышки у нас расположены отверстие под динамик чуть выше у нас расположен вот такой блестящий логотип и в самом верху у нас находится датчик отпечатка пальцев двойная вспышка и камеры на передней части у нас расположен большой дисплей с диагональю 5 5 дюймов камера тут несколько датчиков микрофон и здесь кнопочки вынесены на корпус это очень отлично в отличие вот от телефона м8 который я недавно обозревал вот что я и говорил то что когда кнопки здесь находится намного удобнее дисплей становится намного больше ну что телефон закончил свой тест и посмотрите на эти результаты такой телефон я держу первый раз мощный здесь у нас antutu набрал почти 80 тысяч 78 но хотя этот телефон уже загружен и я думаю если бы протестировали этот он бы точно набрал 80 ну и теперь давайте смотреть что есть в этом телефоне фирма у нас ну соответственно это у нас сяоми модель у нас redmi 3 ноут 3 не свежая моделька но достаточно мощные и комплектация prime здесь стоит у меня android 601 он постоянно кстати обновляется что-то они там меняет постоянно вылазит обновление далее у нас идет это у нас здесь шестиядерный процессор идет у нас видео процессор у нас adriano 510 разрешение дисплея у нас full hd 1920 на 1080 основная камера у нас 16 мегапикселей оперативной памяти у нас здесь 3 гигабайта ну опять же телефон загруженный сейчас доступно мало встроенной памяти здесь 32 пользователь доступно 24 с половиной ну делайте выводы все остальное уходит под операционную систему далее то же самое 6 ядер частота у нас процессора до 1800 мегагерц фронтальная камера у нас 5 мегапикселей ну и все в принципе дальше ничего интересного кучу датчиков здесь намного больше чем в бюджетных моделях вы можете вот посмотреть и по рейтингу наш телефон занимает двадцать восьмое место ну я считаю это отлично кстати он бы мог занять и побольше здесь посмотрите выше идет семьдесят девять тысяч также почти восемьдесят несколько баллов не хватило скачал бонсай бенчмарк и давайте проводить тест ну вот посмотрите прошли тест и средний у нас fps 58 и 9 в общем почти во всех режимах было постоянно 60 и у нас набрало 4128 очков и также установил epic citadel давайте здесь пройдем тест и так прошли в этом бенчмарке тест и при разрешении full hd у нас 1920 на 1080 у нас вот показатель fps 59 и 8 в общем все 60 кадров почти в секунду мы получили это означает то что телефон можно считать игровым и здесь пойдут достаточно сильные игрушки установил пару игр ну много не устанавливал и давайте протестируем и покажу вам следующая игра у нас mortal kombat а 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 вот проверил игры все работает без тормозов и отлично образцы камеры я конечно сейчас выложу посмотрите Датчик отпечатка пальцев работает так же как у всех Все отлично находит и сканирует Также будет сейчас тест GPS Что касается самого меню, здесь один рабочий стол Меню нету такого как на некоторых моделях Что есть отдельно меню, есть отдельно рабочий стол Здесь все на одном рабочем столе И смысла показывать вам его нету Так как здесь есть пункт темы И там можно скачать бесконечное количество темы Они абсолютно разные и все меняются Вот допустим здесь я поставил перелистывание страниц Вот так, здесь обычный В общем настроек куча Русский язык здесь переведен на 100% Данные телефоны я брал у разных продавцов Вот этот самый дешевый я искал на тот момент Когда я его заказывал месяца 3 назад Стоил 12 тысяч Но привезли его плюс домой Большой, ну и тогда минус был курс чуть повыше Поэтому скорее всего так я переплатил данный телефон Мне вышел где-то в районе 10 тысяч Но забирал я его на почту Хотя модельки, как я и говорил, одинаковые Чуть-чуть, конечно, отличается комплектация В этом был другой переходник, другая зарядка И в этом, в золотом, был еще чехол В черном зато не было чехла Но положили пленочку Но толку от нее и нету Здесь стоит стекло очень хорошее, не царапающееся А пленка быстрее в кармане протрется, чем на это стекло Конечно телефон меня устраивает на 100% И если бы я знал о качестве таком Я бы, конечно, за место себе Dugia F5 взял вот эту модельку Небольшая переплата, но качество налицо Дисплей здесь очень яркий, очень сочные краски Ну и само качество сборки и техобслуживания Так как обновления здесь идут чуть ли не каждую неделю Расцветки у данной модели есть три Две из них вы сейчас видите И плюс еще есть такая же серая Но здесь окантовка тоже серая А на этом я заканчиваю свою распаковку Обзоры, небольшие тесты Если что-то пропустил, какой-нибудь тест, пишите Я обязательно это тогда выложу вконтакте, в группе своей Ссылочки я на данной модельке оставлю внизу в описании Ну а если вам был полезен этот обзор или понравился Ставим лайки, оцениваем данное видео Подписываемся, пожалуйста, на мой канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok